С наступлением осени у всех владельцев сельхозугодий возникает один и тот же вопрос, чем лучше удобрять почву? Привычнее всего ее унавоживать или вносить комплексные удобрения. Но есть еще один весьма эффективный способ – сидерация почвы. Такой агротехнический метод особенно рентабелен на небольших участках земли. Растения, пригодные для обогащения и питания почвы, а также для увеличения урожайности, называются сидератами. К ним относятся бобовые, крестоцветные, злаковые, астровые, гречишные и другие культуры. Чаще всего применяют первые три. Для достижения результата важно знать, под какие культуры можно использовать выбранные сидераты, соблюдать севооборот, технологию сроки заделки. Фасоль, горох, люпин, доник, клевер не должны быть предшественниками или последователями бобовых культур. Этот же принцип работает и для подбора остальных групп сидератов. Не все растения подойдут для осенней посадки. Нужно выбирать холодостойкие культуры с хорошей скоростью формирования зеленой массы. Например, горчица, рапс, гречиха, вика – прекрасно для этого подойдут. Благоприятный для сева период начинается в сентябре и заканчивается в начале ноября. Растения должны успеть нарастить 5-10 см вегетативной массы до наступления заморозков. Под зиму сидеральные культуры лучше подрезать и перекапывать. Весной вы получите полноценное органическое удобрение, превосходящее по своим качествам любой навоз. После правильной сидерации почва обогащается азотом, макро- и микроэлементами, а также становится структурированной и проницаемой.